Эй, народ, видели как НС занял топ-1 на ивенте Аганима и получил Бэйби Рошана и Аркану сверху? На самом деле так потеть ради халявы не обязательно, ведь на Тести Дроп вышел ивент поинтересней. Ежедневные задания и горы уровней батлпаста уже ждут вас. Розыгрыши призов каждые час 3 и 24 часа. А также новая линейка кейсов и офферы в Секрет Шопе. И не забывайте про промокод на экране на плюс 15% к балансу, а по ссылке в описании вас будет ждать гарантированный приз до 1000 рублей. Тести Дроп, шансов больше, чем у ГБНа. Не нужно слайдиться. Привет, Виталь. Сегодня прошел аризон. Изначально очень предвзятый относился, но очень понравилось. В итоге. Хардок есть, но на Макс в сложности. Баланс по экономике, мат бы вплетенный в сюжет хорошо. Советую. Да не буду играть в Хорайзен, ну блин, ну... Ну не буду я, ну не буду, ну не буду, ну не буду, не буду, не буду. Ранено приходит в себя. Ну теперь нужно ее перебинтовать, но мне жалко бинт на нее. Талантливая адвоката, да что вообще? Как это может быть полезным? Уметь обращаться с оружием, это полезно. Сильная воля, да, тоже вроде полезная. Она, по идее, должна от депрессии быстрее излечивать. Так, что я сделал здесь? А, я сделал эту штуку. Терморегулятор, окей, все. Ставь в дистиллятор алкоголя. Опять же, очередная постройка для того, чтобы... Ну... То, что я буду изготовлять, менять. Менять на вещи, из которых я буду, опять же, еще больше изготавливать предметов для бартера. И это бесконечный круг. Пиздец. Вся суть игры. Привет, Виталь. Уверяю тебя, тебе игра должна понравиться. Учитывая все твои пожелания и критика, сказанная тобой в адрес разных игр, эта игра тебе зайдет, грейнл называется. Чекни ее в стиме. Это стрим чека игры или что? Green Hell, чекни ее в стриме. По-моему, я только чекал сегодня еще. Мне в дискорде ее советовали. А да, я чекал. Я не буду в это играть, я чекал, да? Что ты взял, что мне понравится? Где ты хоть раз видел, чтобы я играл нечто подобное? За всю жизнь ничего подобного, никогда не любил играть. Ни одной подобной игры не играл. Короче, это типичный выживач. Ты выживаешь на дикой природе, я такие игры не люблю. Что ты взял, что мне понравится? Мне за всю жизнь понравилась одна единственная игра, там, где ты охотился на животных. Она никак не связана с выживачом. Я чекал уже эту игру на ютубе сегодня. Мне в дискорде ее советовали. То есть, ну вот, насколько ты далек от примерного понимания, что мне нравится. Эта игра тебе зайдет, учитывая все мои пожелания. И критику сказываю мной в адрес. Но я вообще никогда в жизни ничего подобного не играл. Мне этот жанр не интересен. Эти выживачи. Они супер унылые, они просто невероятно унылые. Ну, кто знает, вдруг ты педофилыч и знаешь, что это девочку уже много лет. Советую тебе игру голландский штурвал. Ты в детстве с дядей Богданом в нее играл. Че, не понял, блядь. Блин, эта игра уже точно надоела. Мне не надо было без стрима играть. Потому что я поиграл 28 дней без стрима, а теперь на стриме мне уже неинтересно играть. А нужно 80 дней выжить. Не нужно кланяться. Много зачастей. Да я чекнул. Да, блядь. Да хрень, ну, блин, ну, хрень ужасная. Я чекал, но это не играбельная хрень. Даже... Не нужно кланяться. А как я должен чекать игры, когда мне советуют их сотнями? игры не руби с корня пап какого черта как я должен прочекать не по 10 секунд сотни игры конечно чекаю по 10 секунд чтобы сразу отсеять то что точно не интересно и чекаю больше чем 10 секунд то что может завлечь в первые 10 секунд если я прочекал 10 секунд рандомно и игра не завлекает нету смысла дальше чекать но очевидно но нет смысла вообще никакого ну не малейшего ну пиздец бля рим вор рим ворот только буквально до этого и а бляди проебал день они больше не пускают туда из-за того что сворвал кто-то пытался грабить нас нападающие были очень агрессивны но мы смогли отогнать к счастью мы все были вооружены и мире я получила ранение но грабителям не удалось ничего унести несколько серьезных ран ситуация очень серьезная да мне плевать на неё голоден и печален голодная печально печально тяжело ранено приходит себя а теперь из нас сдохнет мои персонажи будут в депрессии и нахер на ее впускал не нужно кланяться и римор только что чекал на стриме 7 4 10 назад игра создай себе семью женись на випе заведите себе и дядю богдона для похоти игра топ за свои деньги даже и без стрима можно побаловаться ты же взрослый шалун что вы несете не нужно кланяться такую даркую 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 стрим донатов просто стрим душиловки даркут rim world я чека буквально только что чел который последовал world я буквально вот только что чекала его минут десять и пятнадцать назад игра как мне нужно то есть игра которая никогда бы в жизни играть не стал просто супер худшая игра потому что не играбельно то как она выглядит там были даже анимации нету там не то что графики нету там блять анимации нету это просто как я возьму листок бумажки и начну там рисовать какие-то домики блять и персонажей и вот типа игра давайте играть все вообще на приколе что вы советуете это вообще не игра это вообще ничего это не продукт это буквально я же говорю собралось два программиста каких-нибудь начинающих у них нету художника у них нету никого вообще никаких арт-дизайнеров они просто что-то высрали все играем просто высер darkwood review хорошая ревью кстати много много говорит об игре не нужно мне нравится ревью ты выбрал жить без вики или без кондиционера игра идет в реале без вики без вики-рэда или что я так живу без нее кондиционер мне реально помогает но летом летом конечно без кондиционера я бы не выброшить это пиздец это как не нужно кланяться ты про ечит зомбоит рассматривал игра с полным упором в реализме хорошая составляющая по элистичности количество возможностей с ней не сравнится ни одна игра от вечера очередная игра которая выглядит как говно тост это сейчас мода такая делать игры которые максимально как дерьмо выглядит не обращай внимание на графику главное геймплей но по факту если не могут сделать красиво или нету денег или бездарные долбоебы одно из двух а если нету денег ты не сможешь сделать хорошую игру ну как ты без денег сделаешь вот this far of mine хороший пример нету денег игра на 4-5 часов все дальше нету но тут все ясно блин я бы не стал бы никогда в жизни такой играть project zomboid project zomboid project zomboid project zomboid project zomboid project zomboid вкратце про project zomboid что вы мне советуете вообще верю его ожидает толп ты сам знаешь игр про зомби что с ума сошли так сказать словах поста покатного уровня случай что это за сходство над зомбями тот же парк сходство над зомбями тот же парк курф дайнлайт на особых навыков где твой персонаж почему экран мигает в роли ёбаного тамагочи которому даже тени не сделаны экран мигает каждый раз когда тень переходит с одной стороны экрана на другую он должен спать множество изменений как положительных так и о выживании почему бы нет быть твоего персонажа выбрать ему профессию внешний вид и что главное его недостаток в двух метрах вы вынуждены постоянно курить да нет еще еще больше пока она сама не захочет бля на другой канал выбрать какой-то долбоеб автор кто болеть обзор не нужно кланяться возник вопрос мне тоже нравится викарет как и тебе я когда вызвал себе студенточку которая хочет заработать денег смотрю похожа ли она на мою любовь ты также делаешь чего я я не знаю как ты себе это представляешь блять я уже говорю что они встречаются профессионалками что значит вызвал к себе студенточку типа я не ее внешности не знаю или что по-твоему не нужно кланяться я смотрю похоже по печь понимаю тебя заебали с играми но как относишься к муун танк бладе негативная игра очень некачественно сделано технические техническая игра невероятно уебищна поэтому нет никакого желания чекать геймплей дарк вуд или сыграть в секиро при условии что смерть в игре равно смерть в реале я не знаю я бы поставил максимально легкую сложность если можно в таком случае получается там есть предложение иди и выйди предложение согласись привет сосед вы не местная угадал я хочу сообщить вам что тут рядом есть заброшенный дом владельцы на убежали из города когда-то еще было возможно если поможете помочь не внутрь мы там можно идти что-нибудь ценное что скажете дай все пусть она там сдохнет в рейде пока только опять же мы в депрессию упадем из этого что сегодня по плану почему-то не хочу потому что играть поэтому нету дачи и хорошего настроения the stranding нет желания как и как и еще 100 игр которые вы называли в эту уже игру нет желания играть я бы я пытался она блин контента просто нету к сожалению просто нет контента в игре на пиздец чекни pray одна из лучших одиночек топовые механики чем-то первый холст лайф напоминает я знаю что такое pray знаешь что такое pray я чекал уже много раз меня его просили раз 20 купопечь работяги хотят sims 4 ты сам говорил sims good 20 тебя за язык никто не тянул ждем обзор комнаты в виртуале детишки появятся в реале умрешь в sims и переродишься что все такие донаты сложные какие-то блин не нужно что вы говорите отец чекни видос легендам грим рэп 2 бтв в игре есть возможность поставить галочку алчо моти и ронман моти также загрузить свои портреты персом ссылка удалена стрим видосов не нужно кланяться чекни ретурно в табр один а вай лабли нау ну блять ну что я теперь вместе буду игры чекать ваши бесконечные будешь играть baldur's gate 3 в раннем доступе или будете ждать полный выход конечно будет полный выход и не играю в игры в раннем доступе но по возможности не нужно кланять чертел depende любви с играть�� дурный буду жить полный выход скрее всего но скорее всего можно не в раннем доступе сделают игру играбельная не знаю но скорее всего полный выход буду ждать радио так понимаю использовать нет смысла полезную фулу и так вот опять же видите но если бы игра была более объемная допустим радио по-хорошему нужно было бы использовать чтобы получить какую информацию интересную а так то есть днем надо ну надо позволить игроку выходить взаимодействие между персонажами чтобы не разговаривали в хайдауте радио слушать какую-то информацию интересно получать о чем-то чтобы пойти куда-то что-нибудь зарейдить ну и так далее то есть бесконечно бесконечная очень много упущено возможностей не нужно кланяться sims good 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 ну чё поиграл на гитаре а печально до сих пор sims good sims good ждем sims 4 ссылка удалена парни молимся зовут она уже вышла или что пап сделай нас счастливыми я не был играл пас по мне не интересную она вышла уже или что так она же не вышла на выходит 27 августа не знаем я подумаю но я уже наигрался в дуба большому счету ну не уверен что я захочу я в принципе вдумно игрался так чё за лагенту в гримрок быстрее рок 2 это ролевая игра выполненная по олдскульным лекалам путешествий по подземелью поджанр rpg более известный как дэнджин кроулер то есть это трехмерный rpg игра с видом от первого лица созданная по канонам таких классических игр в 80-х и 90-х годов как дэнджин мастер а и работа на независимый танцетом году к разработчики изначально планировали делать дополнение для реалы что планировались для дополнения и конечно собой олдскульных мешков здесь нет для тех кто не знаком с данным под жанром rpg я немного поиск я примерно знаю что это за жанр но типа я не играл и не играл в полноценные игры подобного жанра на многих играх видел это как дополнение то есть как разветвление жанра им группы из четырех персонажей различных классов перемещаясь по миру сразу перемещается вся группа другими словами можно сказать что тот же как его данжен данжен ну по сути похоже только там нет первого лица дарки тоже тот же дарки с данжен это похоже жанр по сути осуществляем контроль одной ячейки которая состоит из четырех элементов внутри этой ячейки мы самостоятельно можем управлять настройкой ну сразу сказать что иконки персонажей просто лютое говно то есть я понимаю допустим игра не технологично окей сама графика терпимо текстуры но вот иконки персонажей это вот справа снизу что за уебаны просто уебаны без личности без харизмы но вот как это можно играть катать и иконки то есть уже из-за этого скорее всего даже нет смысла дальше смотреть видео потому что посмотрите 4 персонажа мы видим четыре персонажа они все уебаны кончиной у них нету личности у них нету харизмах все все конец можно вырубать видео каждого ее элемента то есть характеристики каждого иконки уебищная очень некрасивые иконки очень некрасивые иконки как я узнал изначально почему diablo 3 будет супер хуёвая игра. Потому что я увидел один скриншот, ну, типа инвентаря, я сравнил иконки с Diablo 2. Я сразу понял, что Diablo 3 это будет самая худшая игра ever. Я был прав на 100%, как обычно. Собственно, вот мы смотрим на инвентарь, мы видим эти иконки, мы видим ебало персонажа, можно вырубать видео. То есть, в принципе, в теории, в такой жанр я бы поиграл. Игра, ну, то есть, жанр мне интересен, короче. Игра может быть неплохая. Но я смотрю на эти иконки, я смотрю на инвентарь, я понимаю, блядь, какие же говноеды это рисовали. Просто говноеды те, кто это одобрил, те, кто это рисовал. Или бездарные, или говноеды, или вместе всё взятое. То есть, ну, играть в это невозможно с такими иконками, с такими уебанами на персонажах. Ноль харизмы, ноль личности. Как в это играть, непонятно. Окей. Обосрал, чё дальше. Return of the Obra Din. Не нужно кланяться. Здорово, Виталий. Здравствуй. Возможно, тебе зайдёт. Возможно, нет. Бля, вы мне такое советуете сегодня, это пиздец, блядь. И вы хотите это смотреть? Русто. Русто. Русто, блядь. Продолжение следует... Продолжение следует... Зачем вообще вот это вот делать? Зачем вообще в такой игре трехмерный мир? 0 из 10 Не нужно кланяться Сейчас бы дрочить на графику в 2К20 и как это делаешь ты? Разрабы специально для таких недалеких делают вылизанную графику и геймпли говно из жопы Очередное доказательство, что у тебя отрицательный IQ Ты ничего не понимаешь, чел, я дрочу на... Когда красиво, на красоту, блять А не на технологичность графики А на красоту, когда делаю просто уебищно Я не могу отожрать, когда делаю просто уебищно Как бы тебе объяснить, блять Можно привести хороший пример с женщинами Величайший А что насчет тирании от обсидиан? БЗВ, спасибо за прохождение Мора Надеюсь, за бакалавра пройдешь Когда выйдет? Может быть, но не обещаю Можно привести хороший пример с женщинами То есть, я не ставлю... Ну, я не, короче, не идеализирую какую-нибудь, допустим, супермодель Да, но при этом я изначально понимаю, допустим Если я вижу прям, ну, очень страшную, короче, женщину не в форме Мне абсолютно наплевать, какой она человек Я даже не буду узнавать, какой она человек Ты понимаешь или нет? Я не буду узнавать геймплей Я не буду этого узнавать, мне все равно Но это не значит, что я, блядь, только хочу, допустим, встречаться с моделями С супермоделями Короче, блядь, ты тупой, пиздец, ты такой тупой Я не знаю, как еще лучше объяснить Просто ты видишь сразу, что неиграбельно, блядь, неиграбельно Ну, дерьмо вообще, ну, это вред Ну, неиграбельно Там сверху три челика, которые не двигаются Где-то здесь вот вроде Они просто не двигаются Они никогда не сдвинутся с места Вот они там сверху сидят, они не двигаются По идее Я кормлю их постоянно, вот он не голодный, смотри Где? Он опечален только И он печалится от того, что я ворую, блядь Что за бред вообще? А почему я не могу иметь героя, который не будет печалиться от этого? Это ж выживач Ты что, будешь каждый раз печалиться И, типа, можешь упасть в депрессию и сдохнуть от того, что ты воруешь Для того, чтобы выжить? Типа, это как работает вообще? Это странно Медикаменты, конечно, они дорогие Я бы взял это все Опачки Не нужно кланяться А может в одну из игр создателей Dark Messiah РПГ, темная фентези Хардкор Головоломки Элементы выживания Вот один из видосов по игре Ссылка удалена Я не успеваю, гайз Как я могу чекать ваши игры и играть одновременно? Да я не особо-то и хочу чекать игры Буду откровенен Ну просто это реально бред Это время тратишь с таким унынием Типа, какой шанс, что мне понравится какая-то игра Вот я жалею, что я в эту игру вообще начинал играть В This War of Mine Я реально жалею В нее не стоило играть Это не то, что плохая игра Это просто не игра вообще в целом Это... Я не знаю, как это назвать Просто проем времени ни на что Сейчас в депрессию упаду, потому что наворвал Реалистично Виталик, чекни эту игру Возможно тебе зайдет открытый мир Вышла недавно и неплохая графика Ссылка удалена Это Эмилия выжила Она выжила, к сожалению Мы сейчас будем печалиться из-за этого постоянно Ну пиздец Ой, все, я в депрессии, конец Конец игры Опечалена, голодна, в депрессии Какого черта, блядь? Какие шансы наявлять лоуся? Игра соответствует твоим критериям Да ничего... Да не соответствует ничего моим критериям Близко к реализму Да вы гоните Я уважаю твое мнение Пожалуйста Да как я посмотрю все сразу? Ну как? Ну как? Как? Я не могу все посмотреть сразу Не нужно кланяться Ты говоришь, плохая игра Я в стиме чекнул первые 10 секунд Трейлер полная гавна И как же ты начал в нее играть? Лицемерыч плюс пиздобалыч Что? Роботяги заебались сидеть смотреть это говно Это я про тебя Так любую игру Если я запущу Которую вы советуете Любую Это будет то же самое Ты будешь говорить Что заебались смотреть это говно Что тупой, блядь Ну пиздец Ты что хочешь сказать Что если я запустил бы Что-нибудь из того Что сегодня советовали То Типа Не сказал бы большинство Что это говно Ты что, блядь Вообще На приколе Или что? Там игры еще Выглядят в 100 раз хуже Чем This Far of Mine Те что игры Которые сегодня советовали Они выглядят Где-то в 10-20 раз хуже Чем эта игра Блядь И ты говоришь про лицемерие Я вообще даже не понял Что ты сказал вначале Ты говоришь Плохая игра Я в стиме чекнул Первые 10 секунд Трейлер полное говно И как же ты начал в нее играть? Я ничего не понял Я ничего не понял Не хочу понимать У меня жопа горит Просто нереально С этих советов игр Стрим советов игр Так Remnant of Fascists Я не знаю Как вы хотите Чтобы я прочекал все ваши игры И при этом уделил им время То есть вы горите Когда я чекаю 10 секунд А как я должен прочекать Если мне советуют Сотни игр постоянно Ну реально сотню Именно в целом Сотни Выстрелы есть Импакта Попадания нету Ужас Могут ли быть стримы По играм этой платформы Например на эмуляторе PS жаль DS3 кончился Был топ кончент Я не играл в Легендов Зелия Но я знаю что это Я не хочу в эти игры Играть типа Спайро Не нужно кланяться В Легендов Гримрочек 2 Ты сам создаешь Персонажей И загружаешь им портреты Ты просто не промотал Ролик до этого момента Ну потому что А инвентарь Я тоже буду сам загружать Или что? Ну как я должен Промотать до этого момента То есть я смотрел Эту игру Где-то полторы минуты Это мало или что? Бля Это пиздец Это слишком душиловка Как я должен Все ваши игры Почекать Промотать до нужного момента Как? 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 Тирания от Обсидия Как ее прописать Как она называется Тирания Или Не нужно кланяться Тирания Во-первых Я тебя не оскорблял Ублюдок А объясняю Что ты сказал Выбираешь Игры по принципу Первых 10 секунд Из Тейлера И привел Пример с девушками Так вывод такой Что ты пиздоболина Я ничего не понял Я ничего не понял Блядь Я ничего не уже не понял Я даже не помню С кем я разговариваю С кем я разговариваю Почему я Я ничего не понял Я не знаю С кем я разговариваю Я не знаю С кем я разговариваю О чем речь идет Серьезно Пиздец Ты сказал Выбираешь игры По принципу Первых 10 секунд Из Трейлера Я сказал Я буквально Этого не мог сказать Что я типа Стримлю игры Только на основе Первых 10 секунд Я то сказал Бля Все Я не понимаю Даже о чем речь Серьезно Не могу понять Что в этом сообщении Я не понял О чем речь Что здесь Я не понял О чем речь Я просто даже Ничего не понимаю О чем речь Ты к чему-то там Доебался Я не знаю К чему Тебе это интересно А мне нет Это если вкратце Что за тирания Как эту игру найти Я в стиме прописываю Тирания Ничего не находит Мне нужно было Ссылку кидать Потому что Это сложно Слишком Нет Конечно Эти стримы Чека игры Это пиздец Это такое раздражение Нереальное Это очень сложно Ты был результат Открылся 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 Нет Да Кто Конец Устан Открылся Открылся Уссá Да Что это Кур gear Открылся 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 Отвести Открыл parlar Тяжелая В утряем Ничего Открылся Ничего какой-то старый хоррор который ну в котором ты это застрял какой-то базе военной или космической что типа такого не значит сказать ну чисто первые мысли под по трейлеру то что посмотрел что может быть было бы интересно поиграть лет 10-15 назад но сейчас бы не хотел так но мы бы неплохая игра в которую опять же могло быть интересно поиграть года назад но не сейчас точно ну и чё еще сказать ну опять же это не прям какой-то шедевр точно то есть зачем играть если можно не играть классический ответ что такое axe фаталис я знаю я не буду возвращаться в прошлое я знаю что такое аркс фаталис я в курсе это очередная старая игра ну которую я типа пропустил мимо себя как готику как арканум ну и и прочие многие игры которые не играл покоя короля да я спокойно прошел к нему в покое никто не смотрел даже ну full обзор по аркс фаталис как-то для своего времени эта игра была очень хороша прям очень хороша прям вот ну очень хорошая игра то есть реально очень крутая игра но блин я сильно не хочу в нее играть даже учитывая что игра очень очень хорошая была страны жопы побежит зачем мне возвращаться к ней вот ну зачем и самое главное что вы вы советуете игры которые же ну которые вы сами будете хуесосить грубо говоря ну то есть один чего посоветовал и при этом 10 других будут эту игру хуесосить то есть вы все делаете одинаковое я стримлю какую-то игру мне потом приходит донат типа вырубая это говно но так будет с любой игрой которую вы советуете по крайней мере из того всего что вы сегодня посоветовали вы же это прекрасно знаете сами что я стримил такое все бы кричали вырубай это говно хорошая игра была в свое время до посмотри эту игру и эту чек не трейлер там это там то нахуй ты играешь в это говно почему ты не играешь в да так и есть топ игра хоть 10 сек ссылка удалена хорошая история какие шансы не знаю что это с лимит с избе идти баллосы когда шрик 2 дружище игра всего час под фиксовым допингом с переходом на грейпфрут и че проходятся можно ведь на приколе запустить поприкалываться мне не прикольно интересная начну написал про халат луз она соответствует моим критерием графика баланс как ты любишь хорошая история я уверен что большинство людей не понимает что я имею ввиду под графикой хороший они думают что я драчу на технологичность графики на какие-то супер high res текстуры и т.д. ну пока я вот смотрю трейлер все что приходит в голову какой-то обычная call of duty ничего особенного я играл только в первую call of duty в первую я в нее поиграл меби часа три-четыре не надоело я больше не играл даже в другие части никогда в жизни последний раз когда не было интересно играть в игру подобного жанра это были самые первые return to return to wolfenstein самые первые вот это было настолько еще давно с тех пор мне не было интересно играть в этот жанр вообще не интересно очередной шутер про куда там войну мировую не мировую неважно то есть просто очередной военный шутер но это супер неинтересно типа бегать стрелять мобов может быть он мультиплеер но я не знаю но судя по тому что я вижу я там видел по ходу single player ну посмотрел но мне не интересно я не ну не не играю эти шутеры военные абсолютно неинтересно играть военный шутер и башить мобов ты понимаешь когда ты играл подобные игры лет 15 назад она ощущалась как-то вот по-другому то есть ты не думал что убиваешь мобов теперь в 2020 году таких играх не нужно кланяться я просто думаю о том что я убиваю могу поделиться не могу проникнуться игрой вместительству ваш кумир в начале стрима вы сказали что может быть поиграете в шурусадер кинг может быть не думали вы поиграть во 2 часть данной игры нет я не буду даже чекать вторую часть данной игры простите чего даже не буду чекать я я задумался о том что возможно я хотела поиграть курседер кингс 3 то То есть, возможно, я хотел бы. То есть, зачем мне чекать вторую часть, если я даже не уверен, хочу ли я играть в третью. Но это реально тупо. Привет. Чего, блядь? Это что еще? Это я. Это топор. Сейчас посмотрим. Comic Zone очень коротенькая, нет смысла играть. Я бы поиграл в ремастер Comic Zone, если бы ее удлинили, усложнили. Ну, то есть, из современной графонии. Современной графонии. Вот, ремастер Comic Zone я бы с удовольствием поиграл. Бугермен. Я забыл, что это. Бугермен, Бугермен. Я чекал эту игру или нет? А, я чекал Бугермен вроде, да. А, Бугермен охуенная игра, согласен. Бугермен это, да, супертоп игра, на самом деле. Один из лучших платформеров на приставке. Это вот охуенная игра, базар 0. Сильно напоминает Червяка Джима, кстати. Но юмор тут похуже, более плоский. Ну, в целом охуенная игра, да. Ну, понятно, что я сейчас не буду играть, скорее всего. Ну, то есть, даже учитывая, что мне нечего стримить, я бы лучше постримил Крэша того же, потому что есть ремастер. Так, Бугермен охуенный, базар 0. Ну, вот я из подобного стримил Червяка Джима. Первую и вторую часть я стримил именно эмулятор. То есть, не новые, не ремастеры конченные, потому что они очень хуевые. Я стримил именно с эмулятором Червяка Джима. Последний донатер тебя сыном собаке называл. Последний донатер? Думаешь, я помню или что, блин? Ты видишь, сколько у меня донатов на стримах? Я не запоминаю. Если меня оскорбили 10 донатов подряд, то я, ну, скорее всего, не запомню этого. Последний донатер мне обзывал сыном собаке. Не нужно кланяться. Сейчас бы помнить это. Давай у тебя фамилия будет Лэшинд. Лэшинд? Честное слово. Короче, пример охуенной игры, которую вы никогда не увидите у меня на стриме. Потому что зачем? Я сыграл в лучшую игру этого жанра, в Червяка Джима. Первую и вторую часть я прошел на стримчике. В это уже можно и не играть. Червяк был, ну, слишком хорош. Я слишком ностальгировал по Червяку. По этой игре я не ностальгирую. Поэтому, ну, ее не будет. Есть много хороших платформеров. Есть контра, например. Некоторые части контры неплохие. Ну, то есть зачем их снова играть? Зачем? Не нужно кланяться. Противник. Тот, которого зовут Апочкин. БТВ, оцени игру. Ссылка удалена. Вышла вчера. Не помню, герои в одной точке находятся или что? Блядь. Они его бьют по очереди. Это четыре героя моих. Вот это вот. Я один. Это моих четыре героя. Типа. Они все в одной точке. Пытаюсь понять. Реально странный геймплей. Не нужно кланяться. Чекни Ульфенстейн. Ты не училосус охуенное чувство оружия. Сложность и разнообразие противника. Ааа. В стиле супер охуенный сюжет. Точка. Это можно сказать дум про нацистов. От тех же зазрабов нос сюжет. Там нацисты карикатурные убого сделано в этом плане. Я смотрел на Твича Ульфенштейн новый. Мне не очень нравилось. Ну так. Типа. Мне бы надоело за два часа эта игра. Я бы ее не смог пройти с интересом. Ты не хочешь быть... Воспринимать невозможно. Сеттинг игры не воспринимается. То есть даже неинтересно их убивать. Что насчет SW Катор? Игра старая, но столичная RPG с составляющей сюжетом, контентом. Мне было бы кайф посмотреть. А мне было бы в кайф поиграть, как ты думаешь? Что я смотрю? Это я смотрю стрим в стиме? Не нужно кланяться. Здравствуйте, Виталий. Не понял претензий к секире в плане сеттинга. Ведь он такой же, как и в Цушиеме. Средневековая Япония. Притом, в Секиро одна из лучших боевок. Я... Если не лучшая. Я только недавно на одном из прошлых стримов сказал, что мне уже Цушиема меньше нравится. Не нужно кланяться. Геймплей ее. Привет, величайший. Привет. Хотел бы узнать, играл ли ты в игры по типу Чроч. Спыра? Чраш баши и рчулись на PS1? Если нет, то не хотел бы пройти что-нибудь на стиме. Крэш-бэш я играл по мультиплееру. Ну, я не знаю, что я смотрю. То есть... Митаморфозис. Проще на ютубе посмотреть, промотать, потому что я не понимаю, что я смотрю. Сам же говоришь, что у тебя своего времени такого. Нет. Никакого СЖВ, топ-бэфка, охуеннейший русский дубляж и максимально необычные головоломки. Я не буду стримить игру, которую не хочет 80 или 90% зрителей и которую я сам... Не нужно кланяться. Которую я сам не испытываю интереса к прохождению. Смотрю, тебя уже задолбали с играми. Конечно, задолбали. Как-никак всем хочется, чтобы ты опять стал проходить какую-нибудь топ-игру. Я чекал Hollow Knight раз, блядь, миллион. Ссылка удалена. Я чекал Hollow Knight миллион раз. Мне не нравится визуальный стиль этой игры, он ужасен. Блядь, какая-то хрень очередная, судя по всему. Всем доброго, Ренис. Уважаемый господин САМС. В смысле, это, конечно, хорошие новости. Ой, это самое неудобное управление Ever. Не хочу, чтобы не принимали на работу. Он уже в книге. Не нужно кланяться. Ссылка удалена. Литлоуси полностью мультиплеерная. Хардкорная. К минимум интерфейсе. Много реализма. Нет, это же что это вообще. Пожалуйста, посмотри. Игра достойная тебя. Много контента. С чего бы я делать что-то не то? Когда он начал говорить о зах... Не нужно кланяться. Вы что, издеваетесь мне в каждом донате посылать игры? Я же только что чекал Hell Let Lose. Только что чекал. Только что. Ссылку не дам, жадный. Я чекал уже Prey. Бля, вы... Вы... Свету те игры, которые я чекал. Не нужно кланяться. Привет. Последние 10 лет? Сложно так сказать. Я не смогу выбрать между Hellblade, Divinity и Ведьмаком. Hellblade, Divinity и Ведьмак. Вот эти три игры, допустим, я не смогу между ними выбрать. Какая из них была лучшая за последние 10 лет. Портал был в последние 10 лет? Портал 2. Портал 2 возможно? Подождите. Портал 2 возможно лучшая игра за последние 10 лет. Я не уверен. Привет, посмотри после стрима. Трейлер игры там 10 минут. Ну или сейчас посмотри, сколько сможешь. Но лучше без стрима. Ну если лучше без стрима, то лучше без стрима. Любая мультиплеер игра без какого-то нормального ранки, да, она не нужна просто. Она не нужна. Ну за исключением, конечно, игр типа Таркова, где-то допустим, цель игры это лут. Не нужно кланяться. Это неинтересно. Нет, спасибо. Нет, спасибо. Но я не хочу играть нисколько минут. Мне срать на деньги. Мне насрать на деньги. Я не хочу кланяться. Я не хочу страдать. Короче, я в говне, гайз. Я просто чувствую себя морально опустошенным от ваших этих бесконечных предложений поиграть в что-нибудь. Ну реально, такой шок. Я не буду делать никакие аукционы. Я об этом подумал немного. Я решил, что не буду этого делать. Я испытываю, блин, реальные сложности даже просто смотря геймплей и этих игр, которые я не хочу играть, никогда не хотел бы играть. Что я вообще понял из того, что я сейчас посмотрел? Я уже целых три минуты смотрю. Это что-то типа Мартхау, только, ну, ну, там, где режим, короче, где дохуя народу против дохуя народу пиздится. Да, только, ну, очевидно, это, ну, не на холодном оружии. А вот в Саттинге Второй Мировой. Тут нет никаких рейтингов. Конкретно вот здесь то, что я смотрю. Это просто типа, типа, ну, зашел, пострелялся в Саттинге Второй Мировой. Не нужно кланяться. Добрый день, Артас. Дресс. Оцени ник по 100-бальной. Старширенный Эльнон. Ну да, здесь гейплей типа Мартхау. Походу, один в один, как у Мартхау. То есть у тебя есть твоя банда и цель что-то захватить или что-то сделать, короче. Ну это все без смысла. Это просто ты играешь. Геймплей ради геймплея. Но, как бы, мне это неинтересно. Не знаю, что сказать. Никогда не были интересны игры в Саттинге Второй Мировой, шутеры. Вообще, вот никогда я их не любил играть, никогда не играл их, по большому счету. Но я приводил пример. Я играл в Call of Duty первый немножко. Мне быстро надоело. Единственное, что нравилось, это какой-то старый Wolfenstein. Очень, очень старый. Один из самых первых. И все. Больше ничего подобного не играл. Это, ну, я не знаю. Я не знаю, что я смотрю. Это по-любому режим, просто вот. Не нужно кланяться. Где геймплей ради геймплея. Если надо еле дефолбной игры, попробую Арамер 40 тысяч Мечаничус. Классная тема с очень приятной музыкой. Ненапряжная и медитативная. Короче, я не знаю, что сказать по поводу этой игры. Я пока ничего не знаю, что по поводу нее сказать. Попробую Вархаммер 40 Механикус. Не нужно кланяться. Папзан, привет. Чекни игру бункер. Как фильм с выбором действий. Очень интересная. Открываю от сердца сабжи. Ну, я заебался чекать. Я не могу весь стрим сидеть, чекать игры. Я просто не могу. У меня нету сил. Мне просто уже, блядь, тошно. Вот серьезно, Гайз. Давайте вы перестанете. Игра бункер. Как ее прочекать? Ты бы хоть дал ссылку, что чекать? Чекни игру бункера, что чекать? В общем, все. Мне пиздец. Я реально так заебался. Не нужно кланяться. Здорово, Папечь. Я выделюсь и пропишу тебя посоветовать чекнуть меня какую-нибудь игру. Я обожаю RPG по типу Divinity и еще люблю азиатские феркази. По типу Divinity ничего нету на таком же уровне. Драконы. Есть что на примете. Я ненавижу, кстати, азиатское фэнтези. Ну как ненавижу, мне оно неинтересно. Мне не нечего думать. Я не буду играть в Секира, блядь. Я не буду играть в Секира. Я уже думал достаточно. В смысле еще разок подумай? Я уже думал достаточно. Я не буду больше думать. Мне неинтересно Секира. Но сколько можно? Сколько можно? Не нужно кланяться. Короче, я не могу придумать отмазку, почему не хочу это играть, но я не хочу это играть. Я сидел, пытался придумать отмазку, но я не смог её придумать. Но в целом мне сеттинг Вархаммера не особо интересен, а сама игра, её жанр, я так и не осилил понять, как оно конкретно играется по этому видосу, но я знаю, что я в такое обычно не играю. Привет, дорогой зритель! Подпишись на канал, чтобы не пропустить следующие ролики. Ставь палец вверх, если тебе понравилось видео. Спасибо за просмотр и держи твикс с хлебами, грейпфрутовый сок.